Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю книгу «Библейский свет. Жемчужин русской поэзии». Это собраны поэты, которые написали, начиная с сотворения мира и заканчивая книгой Откровения. Начиная с книги бытия и заканчивая книгой Откровения. Называется стихотворение «Ковчег на Арарате». А. Лавров написал. Погибли с природой земною Все люди под бурной волной И спасся в ковчеге с семьёю лишной. Над прахом безумной гордыни Повсюду с ковчега видна Лишь ширь многоводной пустыни без дна. Со штормом в борьбе бесполезной Не в силах замедлить свой бег Всё время носился над бездной ковчег. Приподнят волною вдруг ближней Он кинул был через волы И стал в миг ковчег неподвижней скалы. Голубку в надежде отрадной Пускает немедленно ной Найти, чтоб не скрыто под жадной волной. Напрасно не целые ночи Он ждёт возвращения и я. Нет вестницы милой и очи тая. И скорбь, и надежду на счастье Туманились часто от слёз. Миг каждой душе Лишь ненастья принёс. О, радость за дымкою редкой Тумана стремится через тьму, Голубка с зелёной веткой к нему. Так часто и счастье и радость Через горе тяжёлого гнёт, Отрадной надежды нам сладость несёт. Та же ещё одно другое стихотворение. Ной проклинает хама. Энн Григорович. Однажды Ной разведший виноградник Работал там, и, опенев от сока, Прилёг в шатре, и обнажился он. И, увидав лежащего отца, Смеяся хам, о том поведал братьям. И тут же Сим и Кроткий Еофет, Одежду взяв и возложив на плечи, Пошли в шатёр, и на отца, не глядя, Прикрыли ею наготу его. Когда же он, проснувшись, узнал, Что сделали сыны его, сказал он, Будь проклят хам, последним из рабов, Да будет он у каждого из братьев. Ещё сказал, благословение Симу, И его рабом да будет хам вовек. Пошли, Господь, все благо Еофету, Да веселиться с Симовом в шатре, И словно раб да служит хам обоим. Вот, и здесь вот есть картина Густава Доре, вот она. И вот здесь вот надпись. Наказание хама. Бытие, глава 9, стих 25. И сказал, проклят ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Даже ещё одно стихотворение. Ной проклинает хама. Александр Красницкий. Отныне проклик я среди времён грядущих, Воскликнул в горе хам, отторгнутый отцом. Потомство братьев в двух своих зелёных кущах С презрением поменёт об имени моём. Рабами у рабов страстей ничтожных будут. Моих сынов сыны отныне и вовек. Под рабским игом все надолго позабудут, Что каждому из них всё же имя — человек. Прошли века веков. Сбылося предсказание. Над хамом тяготит проклятие туман. Везде, как жалкий раб, ничтожное создание, Презрен для людей в потомках ханаан. Но кто же может знать, Рассеются проклятия, Постигнут, наконец, и малые умы, Что люди на земле — родимые все братья, И даже ханаан такой же, как и мы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Аллилуйя!